За мной не бегали пацаны. Николай Басков. Это моя такая большая-большая любовь. На карманные расходы мне давали 70 рублей. Я забывала, что я покупала, и покупала это еще раз. А давай с тобой строим конкурс для наших зрителей. Давай, с удовольствием. Всем привет! Привет! Это фэшн-совет, и с вами я, Алина Коломойцева. Сегодня у меня в гостях одна из самых красивых девушек страны. Мисс Россия, первая вице-мисс мира, дизайнер, фотомодель, актриса София Никичук. София, привет! Ты, как всегда, сногсшибательно выглядишь. Твой инстаграм — это гид по самым модным трендам. Расскажи мне про свой стиль. Мой стиль менялся со временем очень-очень кардинально. Я когда была маленькая, мне кажется, класса до девятого, я носила только кроссовки, я была бунтаркой, не воспринимала никаких платьев, потому что, видимо, мама переодела меня, слишком много переодевала в садик, и я этого изненавидела. Потом в университете я приобрела такой более женственный образ, и сейчас я нашла свой тот самый баланс. Для меня самое крутое, самое комфортное — это белая рубашка, это джинсы, это ботинки какие-то, потому что, на самом деле, очень важно, как ты себя ощущаешь в определенной одежде. Иногда под настроение я могу одеть костюмы какие-то, пиджаки, но в основном это классика. Есть ли у тебя какой-то твой любимый дизайнер? Я обожаю Игоря Чапурина. Это моя такая большая-большая любовь, и он как раз-таки именно про то, что я люблю. Он создает очень красивую одежду, очень нехорошего качества, но он немножко про людей. Вот, допустим, я не знаю, но возьмем бренд Versace. Это просто пример. Для меня Versace немножко холодный бренд, потому что нету коннекта с людьми. Вот они любят, они красивые создают коллекции, безусловно, но у меня нет желания зайти и купить что-то на повседневное, то есть одевать это хотя бы раз в месяц, минимум. А Игорь Чапурина, он немножко про людей. Ну да. Но ты знаешь, вот для определенных брендов нужен определенный возраст. Согласна, да, да, согласна. Допустим, лоропиано я бы не одела, ну, там, в 15 лет, да, в 16 лет, ну, потому что там я бунтарка была, да. Но сейчас я некомфортно ощущаю себя в Шанель. У меня есть пара жакетов, да, я могу ходить на какой-то особенный вечер, на особенный выход, но я себя ощущаю немножко некомфортно. Согласна ли ты с фразой, что мода не просто делает женщин красивыми, она дает им уверенность в себе? Однозначно, да. Я люблю простоту в вещах, я обожаю джинсы, белые рубашки, белые футболки. Но, если честно, когда я одеваю какой-нибудь свой любимый костюм в Сен-Лоран на один из вечеров, я чувствую себя совершенно по-другому. А как известно, все зависит от того, как ты себя ощущаешь внутри. Так на тебя люди смотрят, так к тебе относятся. Поэтому, скорее всего, я на все 100% соглашусь с этой фразой. Мы то, что мы едим, и то, что мы носим, и то, что мы говорим. А ты сталкиваешься с критикой по поводу своего внешнего вида? Ой, конечно, очень часто. У меня друзья очень добрые, они любят меня покритиковать. И мой внешний вид тоже. Но это совершенно не обидно, и я это все принимаю, потому что у меня иногда очень такой особенный стиль, когда все любят приодеться, я люблю попроще одеться в ресторанах. Мне начинают говорить, что, Софа, ну что это такое? Ну почему кроссовки? Я говорю, ну, слушайте. Простота – это тоже хорошо. Это тоже хорошо, да. Но я всегда говорю, все должно быть под мероприятие. Я смотрела твое последнее интервью, и ты рассказывала про одну очень удивительную историю – про 70 рублей в неделю. Да, это правда. У меня дома родители кормили, я ни в чем не нуждалась. У меня оплачивали все мои кружки, мою одежду. Но на карманные расходы мне давали 70 рублей. В школе было три вида булочек. Была обычная булочка, была с сахаром, и была супер булочка с шоколадом. Шоколада была дороже. Чтобы один раз ее съесть в неделю, нужно было купить обычное, чтобы в конце съесть такое. У меня папа занимал и занимает большую должность, и мама-врач тоже хорошо себя чувствует. Я безумно благодарна родителям за этот момент. Конечно, я понимала, что у других девчонок и раскладушки телефона, а у меня Nokia утюг. Я не понимала, почему мне не могут купить, если мы вроде как неплохо живем. Но я научилась считать деньги. Это правильно. Да, я научилась в девятом классе считать деньги, и на первом курсе научилась зарабатывать деньги. Вообще интересно, сколько ты зарабатываешь. Но я понимаю, что ты об этом говорить не будешь. Я обожаю. Вопросы. Да, ты немножко Юрия дойдя в нашу программу. Нет, давай так. Сколько ты тратишь на одежду? Ой, если честно, раньше я тратила сумасшедшее количество денег на одежду. Я была безумным шопоголиком. У меня приезжали родители в Екатеринбург, в Москву, и говорили, ну, поедем по магазинам. И я заходила и покупала мои любимые черные ботинки, мою любимую белую рубашку. И мне папа говорил, ну, София, у тебя же дома очень много этого. Я говорю, папа, нет, ну, таких-то нет. Он говорит, мы придем домой, я тебе покажу. Он открывает шкаф и говорит, вот эта линия черных ботинок для кого? Это чья? Я скупала все, что мне нравится. Ну, что могла себе позволить. Потом, когда я начала разбирать свой гардероб, я поняла, что мне нужно притормозить. Я поняла, что я, когда разбираю, вывешиваю вот так рядышком все, у меня пять одинаковых рубашек, там, две одинаковые футболки, два костюма, может быть, одинаковых. То есть дошло до того, что я забывала, что я покупала и покупала это еще раз. И когда я пришла в себя, сейчас, на данный момент, у меня наплывами. Я могу месяц ничего не покупать. А вот сейчас, пока я ждала интервью, я забежала в магазин, накупила тоже немножко одежды. То есть у меня под настроение. Но в среднем, если мы убираем люксовые бренды, если убираем сумки и обувь, и берем просто обычную одежду, то, ну, месяц так. Усредненно минимум 30-50 тысяч я потрачу, если мне нужно купить джинсы, если мне нужно купить так просто, и забежать в футболки какие-то. Но мы убрали обувь это, мы убрали нижнее белье и убрали сумки. Потому что это я люблю очень хорошего качества. Многие известные красавицы, взять, например, ту же Ирину Шейк, рассказывали, что в детстве над ними издевались. Или бы они считали себя страшненькими. Вот ты любила себя в детстве? Нет, я совершенно себя не любила. Я считала себя, как это, Диггерсон, да, такой, знаешь, мальчик в женском обличье. Я была совершенно неженственна. Я тебе больше скажу, я не считаю себя какой-то мега-красоткой сейчас. Когда мне говорят комплименты, это моя проблема, я прячу глаза, и я это не понимаю, я это не воспринимаю. Мне легче сказать миллион комплиментов кому-то. Я с этим работала, и мне говорили, там, подружки-психологи, они говорили, Софина, это неправильно, нужно с этим работать, научиться принимать. Я поняла, что мне это не мешает, что мне с этим легче жить, но я реально считала себя, не могу сказать, что страшненькой, но я не считала, что я какая-то красотка. За мной не бегали пацаны в школе, никто безумно за мной не ухаживал. Да быть не может. Я тебе честно говорю, это вообще не моя моя история. Интересно, что они сейчас об этом думают? Вот вспоминают. У меня было в классе две девчонки, две красотки, я их помню до сих пор. И потом, конечно, когда я поехала в Екатеринбург, и в университете начали за мной ухаживать, я себя по-другому... Вопрос тоже о восприятии себя внутри. Я начала себя по-другому воспринимать, и поняла, что глупая женщина будет выглядеть плохо, а мудрая девушка, да, которая любит себя изнутри, развивает себя как-то, она не может аплори выглядеть плохо. Скромность, красота человека. Как ты ухаживаешь за собой? Я сейчас на данный момент уделяю этому больше внимания, потому что я считаю, что лучше начать сейчас и меньше прикладывать усилия с возрастом. Я занимаюсь спортом. Я занимаюсь минимум три раза в неделю спортом. Я ухаживаю за своими волосами. Я в один момент их обстригла, потом безумно пожалела, они на меня обиделись, перестали расти. Сейчас я ухаживаю за волосами, я ухаживаю... Я хожу к косметологу. Я дома постоянно какие-то маски делаю, я скупаю всевозможные крема, я пробую их на себе. Ну, массажи. То есть, постоянно что-то делаю. Каждый день я что-то делаю для себя, чтобы становиться лучше. Когда я готовилась к нашей беседе, я просмотрела множество твоих интервью. И я заметила, что раньше ты себя позиционировала как победительница конкурсов красоты. Но сейчас у тебя появляются реально глубокие размышления о жизни. Этот год, он меня очень сильно изменил. Не произошло ничего кардинального, из-за чего это могло поменяться, что-то у меня в голове. Но я очень выросла за этот год. Не могу назвать себя взрослой, конечно. Мы все еще дети. И дай бог это сохранится у меня внутри очень долго. Но я познала себя. И очень интересная история была. Я один раз пришла домой после съемок. У меня пару съемок было за день. Я пришла домой в 5 вечера. И думаю, ну не останусь же. Я дома в 5 вечера. Надо позвонить подругам, друзьям. Пойти в кино, посидеть где-то в кафе, поболтать. Чтобы прийти домой попозже и лечь спать. Потом что-то кто-то не смог. Я включила телевизор и осталась наедине с собой. И я поняла, что на протяжении долгих лет я не оставалась сама с собой наедине. Я себя совершенно не знаю. И когда я начала к себе прислушиваться, мое окружение очень сильно поменялось. Я отсекла ненужных людей. Я поняла, что не нужно размениваться на очень многие моменты. И когда это меняется, ну меняется что-то в голове, меняется вся твоя жизнь. И вот именно этот год он стал каким-то для меня, ну, особенным. А давай поговорим о светской тусовке. Я знаю, что ты снималась в клипах у Алексея Воробьева, у Анны Седоковой. Да, да, много у кого, да. Ты много у кого снималась. Как они вообще на тебя выходят? Я не помню, в каком клипе я снялась. Не помню первый клип, не помню второй, третий. Но когда ты начинаешь сниматься, уже у тебя определенный круг общения формируется. Ты начинаешь всех узнавать. Так я узнала Аню Седоковой. Допустим, я помню, она мне звонит и говорит, ты завтра свободна? Я говорю, да. Нужная девчонка красивая. Вот как ты, давай. Я говорю, ну хорошо, ладно. И вот как-то так. А с Лешей Воробьевым мы вообще снимали в Америке. А вот кто из твоих, так скажем, друзей-звезд самый смешной? Николай Басков. Я и вдала этого ответа, на самом деле. Конечно, это вообще. Расскажи про знакомство с Николаем Басковым. Мы познакомились еще во времена конкурсами из России. Мне кажется, он вел один из конкурсов. И на автопати он ко мне подходит и говорит, блин, ты такая крутая. У него 10 слов в секунду. Я говорю, господи, ты такой же, как я, сумасшедший. И мы разговаривали с ним и начали встречаться на каких-то мероприятиях. Он приходил поздравлять меня с днем рождения. То есть, если мы где-то видимся, мы на час точно минимум засядем и будем болтать. Он для меня прям моя душа. О чем вы с ним болтаете? Мне лично интересно. Бывают люди, которые располагаются к себе моментально, и вот эта нить держится очень долго. Несмотря на его маску, этого веселья безумного, он очень глубокий человек. И в нем тоже скрыто очень много моментов и позитивных, и каких-то грустных. Мы обсуждаем все. Мы обсуждаем и сплетничаем, мы обсуждаем девчонок, мы обсуждаем парней, моих парней. Все на свете. Эстраду, все. Кто что скушал, кто насколько похудел. А Филиппа Киркорова обсуждается? Ты знаешь, я ему задала вопрос, я говорю, а вы реально с Филиппом Киркоровым в ссоре? Он говорит, а почему нет, в принципе? Ну нет, мы особо так не обсуждали. Ну конечно, какие-то, ну чуть-чуть обсуждали, ладно. Ничего плохого. Почему многие хотят стать популярными? Вообще дает ли известность свободу? Наверное, потому что у каждого из нас где-то глубоко сидит с жаждой признания других. Мы же любим себя показать, мы любим на других посмотреть. И в этом есть человечность. Вот, поэтому я думаю, что процентов, ну в моем окружении процентов 80 девчонок, ребят, хотят стать популярными. Но скажу одну вещь. Процентов 70 из них, когда приобретают какую-то популярность, даже минимальную, хотят вернуться обратно. Потому что у популярности есть две стороны. Мне она не мешает, я очень открытый человек, я умею справляться со стрессами, я умею справляться с критикой. Не нужную критику я вообще не воспринимаю, но очень многие люди считают, что критика их убивает. И они понимают, что лучше я буду сидеть дома, делать свое дело, и пусть об этом никто не знает. Все зависит от сферы, в которой ты работаешь. Что у тебя с личной жизнью? Да-да-да. Сейчас я не в отношениях, но у меня была любовь в моей жизни. Два года я встречалась с молодым человеком, и мы расстались. Но я не жалею, это очень хороший опыт. Я считаю, что каждый человек в нашей жизни чему-то нас учит, что-то нам дает, и наоборот. И я абсолютно в хороших отношениях. Вот, поэтому я иду дальше, человек идет дальше, и я считаю, что наши люди где-то... Ты знаешь, я уверена, что тебе просто каждый день присылают стихи... И стихи пишут, да, это большая встреча. Но обращаешь на это внимание? В начале, когда этого просто резко появилось очень-очень много, в больших количествах, у меня включился такой инстинкт отказа. Просто я ничего не принимала, потому что я уже не могла. И потом я поняла, что из них, из всех, есть в принципе хорошие люди. И если человек мне интересен, если я понимаю, что возможны общения, туда я принимаю. София, ты знаешь, очень интересно вот подумать о том, кто бы был твоим идеальным женихом. Если можно соединить хотя бы трех людей, я бы соединила актера, какого-нибудь политика, я не знаю, комика, ученого. А давай с тобой строим конкурс для наших зрителей. Давай, с удовольствием. Человек, оставивший лучший комментарий под этим видео, получит подарок от Софии Никитичук. Да, я могу рассказать немножко о своем подарке, который я хочу вручить. Да, давай. Это тренч моего бренда Никисо, который на мне. Вау! Я с удовольствием вручу его человеку, который оставит самый оригинальный, самый смешной или самый уникальный комментарий на вопрос, кто же мне подходит больше всего. Можно его описать как-то. Потому что иногда может быть со стороны виднее. София, у меня есть для тебя подарок. Это футболочка из лимитированной коллекции, которую мы создали вместе с брендом Алена Атмадулиной. Ничего себе! выпустили вот такие футболочки. Это подарочки я люблю. Надеюсь, я угадала с размером. Какой? Элечка? Это Эмочка 44. Очень красиво. Спасибо большое. Такая вот футболочка. Спасибо. Носи ее с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо, что ты выделила для нас сегодня время. Приехала к нам. Спасибо тебе. Субтитры подогнал «Симон»!